Головокружение в темное время суток. Частый вопрос. Меня зовут Лисенкова Ольга, здесь все о медицине и здоровье простым языком. Дело в том, что головокружением часто люди называют неустойчивость при ходьбе. Если в темное время суток вы ощущаете именно шаткую походку, вам сложно сконцентрировать зрение, вы не уверенно чувствуете себя в пространстве, то это не головокружение, это расстройство ходьбы, нарушение зрения. Почему такое может быть? Очень часто это так называемая куриная слепота, когда при дефиците витамина А возникает нарушение сумеречного зрения, и людям крайне сложно становится ориентировать, как только темнеет. Тяжело за рулем или практически невозможно за рулем, и страшно даже выходить на улицу в темное время суток, потому что высокий риск упасть. Что делать в такой ситуации? Безусловно, обратиться к офтальмологу и восполнять дефицит витамина А. Таким образом, каким назначит врач. Что еще может быть причиной неустойчивости нарушения равновесия в темное время суток? Это так называемая сенситивная атаксия. Есть простой тест. Всем известная поза Ромберга, то есть встать прямо, вытянуть руки, закрыть глаза. Если человек в этой позе стоит спокойно, значит все в порядке. Если его начинает шатать, он теряет равновесие, махает руками, вынужден открыть глаза, и только когда появляется зрительный контроль, он может удержать равновесие, тут стоит подумать о сенситивной атаксии. В каких ситуациях она бывает? Когда есть хронические нейроинфекции, например, нейросифилис, и когда есть грубейший дефицит витамина В12, и развивается так называемый фуникулярный миелоз. То есть те чувствительные нервные пути, которые есть в спину мозга, начинают работать плохо, и стоит только выключить зрительный контроль, человек теряет равновесие. Что делать в итоге? Если вы не уверенно чувствуете себя при ходьбе в темное время суток, вам нужно посетить невролога и офтальмолога и сдать анализ на витамин В12.